Все началось с фейерверков. Так в Пекине стартовал саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На него съехались лидеры 21 страны. В рамках переговоров глава КНР пытался ускорить процесс формирования зоны свободной торговли. По его словам, процесс был запущен. Состоялась короткая неформальная встреча между Обамой и президентом России. Внимание наблюдателей было приковано к их языку тела. После разговора многие заметили, что встреча была очень прохладной. Как сообщается, чувствительные вопросы, такие как ситуация в Украине, затронуты не были. Также привлекло внимание вот это рукопожатие между главой КНР и премьер-министром Японии. Наблюдатели увидели в нём потепление отношений между соседями, что потенциально может привести к ослаблению напряжённости в вопросе спорных островов в Восточно-Китайском море. Что касается США и Китая, американская сторона согласилась отменить некоторые пошлины на высокотехнологичную продукцию из КНР. Также она объявила об ослаблении визовых ограничений между двумя странами. Барак Обама на саммите продвигал свой собственный план по созданию зоны свободной торговли под названием «Транс-Тихоокеанское партнёрство». Она может включить 12 стран и, как предполагается, Китая в ней не будет. При этом американский президент также дал понять, что по некоторым вопросам США займут по отношению к Китаю более жёсткий подход, например, в сфере кибербезопасности. АТЭС – форум 21 страны в области торговли и экономического роста. На эти государства приходится более 50% мирового ВВП и более 40% международной торговли.